SCP-421 – стая обломков. Класс объекта Евклид. Особый слой содержания. SCP-421 содержится неподалеку от Сектора-28, в перекрытой с помощью стальной противолодочной сетки бухте, расположенной в координатах секречной северной широты, секречно-западной толкоты. Сотрудники Сектора-28 проверяют сеть на предмет повреждений еженедельно или в случае ненормального поведения SCP-421 – незамедлительно. Гражданским судам вход в бухту запрещен. На морских картах указано наличие по всей территории опасных для судоходства подводных скал. Бухта, содержащая SCP-421, углублена землечерпательными судами фонда для моделирования глубоководной морской среды, так как это поощряет спокойное поведение SCP-421. SCP-421 следует кормить раз в два месяца. Стандартный корм состоит из деревянного рыболовного судна по меньшей мере 15 метров в длину и предпочтительно в полуразрушенном состоянии. Кормовое судно следует спустить на воду посреди бухты. SCP-421 перед затоплением. Надо отметить, что SCP-421 теоретически может потреблять значительно больше материала, чем ему предоставляется в настоящее время. Текущие протоколы кормления предназначены для поддержания общей массы SCP-421 на нынешнем уровне. Описание. SCP-421 представляет собой организм, полностью состоящий из деревянных обломков и других океанических отходов. Точная конфигурация организма постоянно изменяется, но обычно состоит из центральной массы относительно плотно сбитых обломков, окруженной стаей мелких организмов. По внешнему виду и поведению напоминающих рыб. Отдельные члены стаи регулярно создаются из основного корпуса или поглощаются им не продемонстрировали способности изменять свою конфигурацию, будучи отделенными от основной части SCP-421. Существует гипотеза, что SCP-421 обладает коллективным мышлением, аналогичным таковому у общественных насекомых. Члены стаи SCP-421 могут путешествовать самостоятельно на расстоянии секречных километров, после чего теряют целостность и превращаются в простые обломки, не обладающие заметными аномальными свойствами. На фотографии осыпь из стаи SCP-421. SCP-421 обычно ведет себя смирно, хотя ему требуется регулярное снабжение свежей древесиной для поддержания массы. Роль стаи заключается в обнаружении подходящего материала и перемещении его к основной части, где он быстро сливается с прочей массой обломков. Источники этой древесины различны. Отмечено, что SCP-421 собирает остатки кораблекрушений и материалы, плавающие на поверхности океана. Также задокументировано нападение SCP-421 на судно. При этом стая обычно наносит таранищий удар в одну точку ниже ватерлинии, опрогидывая цель, после чего производит сбор всех деревянных компонентов судна и в пределах досягаемости. SCP-421 был впервые обнаружен в 1970-м засекреченном году, после необъяснимого крушения яхты, принадлежащей данной удалены. Выжившие сообщили о неожиданном столкновении с массой деревянных обломков, которые, казалось, двигались против преобладающего течения. Вскоре после первого контакта с массой яхта получила пробоину и быстро начала тонуть. Сообщения об обломках, утаскивающих части судна под воду, были отклонены местными следователями, но привлекли внимание фонда, предприняющего собственное расследование. Масштабная подводная съемка, в конце концов, обнаружила следы крушения яхты. Примерно 80% от деревянной конструкции судна пропали без следа. Отдельные сообщения о подобных инцидентах продолжали поступать в течение следующих двух десятилетий. За это время СП-421, как полагают, был причастен к крушению от засекречено до засекречено судов в год. В 1990-е секречено году СП-421 был захвачен и доставлен на свое нынешнее место содержания. Начиная с этой даты, зафиксировано секречено сообщение о событиях, напоминающих нападение объектом, что предполагает существование, по крайней мере, еще одной дикой стаи. Приложение 421-А. При проведении планового кормления, дата засекречена, зафиксировано аномальное поведение СП-421. Стаи поглотила на 50% больше предоставленных обломков, чем обычно, в результате гораздо более быстрого усвоения материала в основной части объекта. Последующее наблюдение за СП-421 показало, что центральная масса сжалась в более плотную структуру, чем обычно, и что стая, собиравшая пищу, впоследствии не присоединилась к основной массе, а осталась в непосредственной близости, как облако, окружающее ее. Через два дня после начального наблюдения аномального поведения было зарегистрировано погружение центральной массы СП-421 ближе к морскому дну. Часть стаи покинула облако и начала двигаться вокруг образования, видимо, в поисках любого материала, еще не входящего в СП-421. Хотя плотность центральной массы снизилась со временем кораблекрушения, ультразвуковое исследование показало образование внутри нее плотной структуры, отличающейся от стандартной массы СП-421, отсутствием постоянного движения. Исходя из этого, было предоставлено разрешение на использование управляемого зонда для исследования внутренней части центральной массы. После внедрения зонда засекреченным, стаи СП-421 начала проявлять беспокойство. Аппарату удалось успешно проникнуть внутрь облака, окружающего основную часть СП-421, после чего контакт был потерян. Обломки зонда впоследствии были втянуты внутрь центральной массы СП-421. Считается, что это первый случай, когда СП-421 повредил недеревянное судно. Исследования продолжаются.